Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Примерно три недели назад я записал видеоролик с переводом статьи, опубликованной на официальном сайте Министерства внутренних дел Болгарии, где говорилось о проведении обысков в офисе компании OneCoin. Также есть фотографии. Насколько я понимаю, данные фотографии делали сотрудники МВД, возможно, во время обыска. И в комментариях к моему прошлому видео некоторые партнеры написали, что да, обыск был, но проверили и никаких нарушений не нашли, а аппаратуру вернули обратно. То есть типа все хорошо, все нормально. А хорошо жить еще лучше. Точно. Ну, возможно, оно и так. Но, с другой стороны, мне кажется, что, наверное, если бы Министерство внутренних дел Болгарии действительно провело проверку и обнаружило, что никаких нарушений нет, то, как минимум, они должны, ну, по крайней мере, в своей же собственной статье, посвященной обыску, ну, добавить какое-то примечание, что да, ребята, мы обыск провели, там, расследование провели, которое показало, что никаких нарушений нет. Но, насколько я вижу, никаких дополнений и пояснений к этому не сделано. Статья, кстати, от 19 января 2018 года. Так вот, господа, смотрите, если вы утверждаете, что офис компании работает, оборудование было возвращено, то предоставьте, пожалуйста, доказательства этого. Какие ваши доказательства? Ведь если офис работает, значит, кто-то из лидеров, например, живущих в Болгарии, а я так понимаю, собственно, раз компания OneCoin начала развиваться из Болгарии, то и лидеров высокого уровня там достаточно. Кто-то из лидеров просто придет с камерой в офис компании, заснимет, как там все нормально работает, и все. И всем будет ясно, что да, действительно, офис работает в рабочем режиме, оборудование возвращено, все нормально. Пока я что-то не вижу, чтобы за последний месяц кто-то такое видео сделал. Почему, интересно? Что мешает, если офис работает и все хорошо? А вот уже статья, публикованная в феврале, посвященная компании OneCoin, датирована 4 февраля 2018 года. Немецкий я практически не знаю, поэтому переводил через Google переводчик. Если вы хорошо знаете немецкий и вдруг увидите какую-то неточность в переводе, пожалуйста, напишите в комментариях более точный перевод. Итак, статья называется «Незаконные переводы средств». Торговля криптовалютами может приносить огромные прибыли, и в то же время в этой сфере совершается много мошенничества. Отдел по экономическим преступлениям прокуратуры города Биллифельда ведет расследование деятельности компании из города Гребен, которая совершает платежи в криптовалюте OneCoin. Общая сумма платежей достигла 360 миллионов евро. Ну, суммы такие внушительные. Компания принимала платежи от клиентов, начиная с декабря 2015 года по август 2016, и переводила на счета различных организаций, некоторые из которых находились вне Евросоюза. Инвесторы вносили деньги для того, чтобы приобрести криптовалюту OneCoin. За брендом OneCoin стоят несколько компаний, зарегистрированных в Дубае, Белизе и Болгарии. Многие инвесторы чувствуют себя обманутыми, так как они не увидели отдачи от своих инвестиций и начинают принимать юридические меры против OneCoin. Это название под заголовка расследования еще не закончено. Федеральное бюро по надзору в сфере финансов, или БАФИН, закрыло счета компании с гривеном в 2017 году. На счетах в тот момент находилось 29 миллионов евро. Кроме того, компании было запрещено вести бизнес с инвесторами OneCoin. Для торговли криптовалютами, самый известный из которых является биткоин, по закону требуется разрешение. У компании с гривена такого разрешения не было. Поэтому мы проводим расследование в связи с нарушением данного закона, комментирует прокурор Биллифельда Ральф Гюнтер. Поскольку компания OneCoin изначально работала в Болгарии, расследование проводится и там. В числе возможных преступлений называется мошенничество и соучастие в мошенничестве. Но до окончания расследования еще далеко, резюмирует прокурор. Высший земельный суд в Хамме вынес первое постановление. Компания из гривена должна заплатить комиссию за осуществление денежных переводов в размере 3 миллионов евро. То есть размер комиссии 3 миллиона. Эта сумма будет заморожена и в случае вынесения обвинительного приговора данная сумма будет конфискована. Компания из гривена подала апелляцию, но высший земельный суд ее отклонил. Обвинение выдвинуто против управляющего компанией из гривена. Так вот, господа, вы утверждаете, что типа проверка уже прошла и никаких нарушений не обнаружено. Ну а например, вот прокурор из Германии, прокурор Билли Фельдер, Ральф Гюнтер, говорит, что до окончания расследования еще далеко. Это во-первых. Во-вторых, здесь говорится, что на момент ареста счетов компании, арест произошел в 2017 году, на счетах в этот момент находилось 29 миллионов евро. То есть, я так понимаю, в данный момент эти деньги арестованы, естественно, компания ничего с ними не может сделать, пока не будет завершено расследование. Спасите! Сос! Поэтому, когда вы говорите, что все хорошо и замечательно, прекрасная маркиза, ну, после прочтения таких новостей, вот у меня не складывается такого ощущения. Пожалуйста, высказывайте ваше мнение, что вы об этом думаете, в защиту компании Ван Коин или против компании Ван Коин. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Продолжение следует...